Здарова! Короче, просто, просто капец, что я нашел. Вы офигеете, когда узнаете, ребята, Брук Хевен просто мне уже скоро взорвет в жопу своими секретами. Я вам отвечаю, тут такое... Короче, просто досмотрите видео до конца. И не забывайте, что мы в Дискорде общаемся с подписчиками, поэтому ссылочка в закрепе, прыгайте туда. Настало время, ребята, просто нам охренеть. Охренеть от того, что вообще здесь происходит. И знаете, я когда нахожу новые секреты, у меня такое чувство, как будто они были раньше, но просто до этого никто не додумался. И понять, когда именно они появились, довольно-таки сложно. И мы сейчас с вами будем смотреть то, от чего вы просто охренеете. Вот я вам серьезно говорю, вы просто будете в шоке. Ну что ж, для этого, конечно же, нам понадобится сделать машину без мистерии машин, ребята. Как вы знаете, что? Правильно, никуда. Поэтому, ребята, что мы с вами делаем? Конечно же, ставим вот этот грузовик с мороженым, который мы благополучно переделаем в мистери машин, потому что у нас мистери машин нет. Ребят, напишите в комментариях, вольфпак, добавь, пожалуйста, мистери машин. Вот, пожалуйста, добавь, чтобы я вот ездил на ней и исследовал секреты. Итак, что мы делаем, ребята? Выбираем вот такой вот цвет и поехали. Ни для кого не секрет, ребята, то, что у нас вышло новое обновление. Ни для кого не секрет, то, что у нас вышло новое обновление, где добавили довольно-таки огромное количество секреток. Но они, блин, не заканчиваются вообще. Абсолютно. Давайте я вам сейчас покажу самые, наверное, топовые из них. Я просил вас написать в комментариях, ребята, разгадку, если вы знаете, конечно, этого бункера, который у нас находится здесь. Мы сейчас с вами туда пойдем, я вам покажу. Если мы зайдем сюда, кто не знает, кстати, добрый вечер, здесь есть секретка. Тут у нас, смотрите, есть вот такие вот переключатели. Тут не хватает одного переключателя. Одного. Где он находится, понятия никто не имеет. Но я тут нашел одну, ребята, потайную лазейку, которая просто меня, если честно, взорвала мозг. Давайте по порядку я вам все объясню. Мы знаем то, что это все агентство связано с церковью, да, которая у нас там находится. Связано вот с тем потайным местом для совещаний, да, где у нас пять стульев было. И оказывается, что не просто, блин, так. Вот абсолютно не просто, блин, так. Смотрите, я вам сейчас покажу то, от чего вы будете в шоке. Это первое, ребята. Будет там несколько секреток здесь, вы будете, вот реально, вы охренеете. Вы знаете, что в секретном доме, вот этом, в заброшенном, точнее, доме, там есть у нас одна вещь. Там у нас есть код, который находится под какой-то определенной штукой. Давайте мы сейчас ускоримся, потому что, блин, слишком медленно мы едем. Давайте, едем туда. Там у нас есть секретный код. Но мы его сейчас не будем брать, ребята. Я сейчас вам покажу то, от чего вы просто охренеете. Смотрите, у нас здесь есть вот такая вот плашка. Видите, у нас белая плашка есть. И мы с вами багались, чтобы залезть внутрь и увидеть там этот код. Но этого не нужно было делать вообще. Оказывается, эту плашку можно просто открыть. Вы спросите, каким образом, ребята? Я вам сейчас покажу. Мы двигаемся с вами обратно в ту заброшенную вещь. Не знаю, вещь в бункер, да. Едем в тот заброшенный бункер, потому что там мы должны кое-что с вами нажать. И таким образом мы сможем открыть вот этот вот интересный, ребята, момент. Вы будете в шоке. Вот я вам серьезно говорю. Смотрите, заезжаем вот сюда. Подъезжаем опять к заправочке. Мы, наверное, будем мотаться сюда сто раз. То туда, то туда. Итак, двигаем сюда. Заходим. Смотрите, мы должны с вами включить вот эти вот кнопки, которые у нас здесь есть. На самом деле, тут нумерация. И я так полагаю, что это нумерация секретов. Смотрите, включаем их все. Оп, включили, да. И теперь мы возвращаемся с вами в тот заброшенный дом. Смотрите, садимся опять в наш мистери машин. Я это все делаю, грубо говоря, одним дублем, чтобы вы видели, что реально здесь есть секрет. Что реально это можно открыть. Я полагаю, что, да, можно открыть. Я еще не проверял, если честно. Итак, мы заезжаем с вами. И смотрите, что у нас здесь. Как видите, этой белой плашки наверху уже нет. Видите, смотрите. И мы просто можем посмотреть теперь вниз. Тут у нас, ребята, есть пленка. Это, оказывается, кинематографическая пленка с вот таким вот номером фильма, который нам включает как раз-таки этот, ребята, фильм. И когда мы введем этот код в кинотеатре, у нас включится одна лампочка в этом бункере. Почему оно все связано? Я думаю, ребята, мы должны с вами это все включить таким образом. Мы включаем с вами постоянно какие-то секреты, которые мы будем находить. Я не знаю, возможно, мы не найдем в этом обновлении всех секретов, которые нам нужны. Но, возможно, я не буду добавляться в следующих обновлениях. Тогда мы сможем полностью включить эту комнату, этот бункер. Мне кажется, что этот бункер, кстати, конечная точка этого секрета. Мне кажется, что когда мы там все с вами сделаем, мы сможем наконец-то глянуть, что происходит вообще. Что с этим секретом, что с этим агентством, и вообще, что происходит в этом городе, блин. Итак, вы видите, да? Напишите в комментариях, ребята, этот код, чтобы я запомнил, чтобы я потом мог подсмотреть, когда мы с вами будем вводить этот код в кинотеатре. Смотрите, 78522. Итак, двигаем, ребята, обратно. Смотрите, мы сейчас ничего с вами не вводим. Я сейчас вам покажу, вы будете просто в шоке. Заезжаем опять в этот бункер. Как хорошо, что они находятся, блин, недалеко друг от друга. Иначе я бы замахался ездить туда-сюда. Если мы вернемся, да, мы сейчас с вами получили этот код, но ничего не произойдет в нашем бункере, абсолютно. Смотрите, мы заходим вот сюда. И, как видите, у нас тут ничего не горит. Power у нас on. Здесь у нас что-то написано. Я, кстати, не знаю, ребят, секретка это или нет. Возможно, это и есть секретка. Но, кто хочет, ребята, можете посчитать. Сколько будет 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 минус 11, да? Напишите ответ в комментариях, посмотрим, может быть, этот ответ нам поможет разобраться с этим секретом. Итак, мы с вами имеем вот такие вот переключатели. Мы их включили, мы их не выключаем пока что. Как видите, у нас здесь ничего не работает абсолютно. Тут у нас тоже красное все. Но если мы сейчас с вами отправимся в кинотеатр, то в кинотеатре мы с вами вбьем вот этот код, который вы написали в комментариях. И у нас должна включиться лампочка. Да, одна лампочка. Это будет означать, что мы что-то сделали с вами правильно. Итак, двигаем вот сюда. Здесь у нас кинотеатр, вы все знаете. Заходим. Заходим вот сюда. И вот здесь пишем код, который нам понадобится для того, чтобы включить этот секретный фильм. Вот он, ребята, этот код. Мы его вводим. И смотрите, у нас срабатывает фильм. То есть мы приближаемся все ближе и ближе к разгадку этой тайны, да? Но вы уже этот фильм знаете, ребят. Кто не смотрел его, вы можете посмотреть мое предыдущее видео. Я там полностью этот фильм показывал. И переводил, так скажем, рассказывал, что к чему. Смотрите, мы ввели с вами этот код. Мы возвращаемся теперь обратно в этот бункер. И вы сейчас будете в шоке, я вам серьезно говорю. Когда мы зайдем... Я раньше не понимал, откуда это, почему это включается. А теперь, ребята, я наконец-то понял. И смотрите, мы сюда заходим. И как видите, у нас здесь уже горит один индикатор. То есть это у нас второй индикатор. Но где же первый, блин, мать его, индикатор? Хороший вопрос. Давайте мы с вами теперь посмотрим, что у нас есть еще. Если мы включим генератор, вы знаете, что ничего у нас, к сожалению, не произойдет. Никакая лампочка у нас не будет работать. Это означает, что этот секрет нам не подходит абсолютно. Вот вообще. Но есть вариант, что в одном из домов, которые мы с вами будем ставить, там есть какая-то секретка, которую мы можем с вами активировать. Я не знаю, это правда или нет. Но, возможно, ребята, так и есть. Кстати, пока не забыл, ребята, здесь, в этом бункере, есть еще одна секрет, которую я знал уже давно. Но я вам ее забыл показать. Давайте я сейчас вам ее быстренько-быстренько покажу. Для этого нам понадобится с вами... Так, где-где-где-где-где? Так, берем вот этот вот мешочек спальный, да. И пытаемся его поставить таким образом, чтобы этот спальный мешочек у нас залез внутрь. Нам слишком глубоко не надо. Нам нужно, грубо говоря, просто посмотреть. И, как видите, смотрите, у нас здесь есть вот какая-то непонятная вещь. Правильно? Давайте мы сейчас попробуем как-нибудь поближе это все сделать. Давайте, может быть, с этой стороны. Так. Ну, ставься. Давай, родной, ставься. О, отлично. Прекрасно. Так. И бамс, ребята, смотрите. Мы видим здесь вот такую вот секретную какую-то эмблемку. ТС или Т5. Нет, это больше на С похоже, да? Да, ребята, это С. ТС левел 3. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это может означать. Но, если честно, у меня есть просто охренительное предположение. Смотрите, здесь у нас написано ТС левел 3. Что это такое вообще? Почему? Почему, ребята, левел 3? А я вот теперь расскажу вам, что это за секретка. Это отсылает как раз-таки к третьему, ребят, вот этому рубильнику. У нас его нет. ТС левел 3, это как раз-таки и есть вот этот вот левел. Левел 3. Что же он означает? Понятия не имею. Скорее всего, это уровни, уровни мощности, возможно. Да? Но, как видите, у нас его не хватает. И я думаю, что если мы сможем каким-то образом его найти, то у нас все станет на свои места. Ну, как видите. После того, как мы найдем этот рубильник, у нас включится вот этот рубильник. И потом уже будет, ого-го, сколько всего интересного происходить. Зачем вот этот, кстати, рубильник, я понятия не имею вообще. Так что, ребята, мы должны с вами найти вот этот вот рубильник. Но это еще не все. Мы знаем, да, что вот эта вот эмблемка, вот эта вот табличка, она относится как раз-таки к этому рубильнику. ТС левел 3. Что такое ТС? На самом деле понять довольно-таки тяжело. Я не знаю. Абсолютно. Если у вас есть какие-то варианты, как можно эту аббревиатуру расшифровать, то пишите, конечно же, в комментариях. Но мы знаем, что у нас каким-то образом, ребята, все связано. Каким образом это все связано, понятия не имею. Если мы, конечно же, возьмем с вами и поедем в эту новую, ребята, локацию, точнее, она старая, но она уже переделана, она уже переделана, то мы увидим с вами то, что раньше мы не видели. Если бы мы двигались с вами поэтапно, да, то это место первое, да, куда мы должны были с вами зайти. И из этого места мы сможем с вами попасть уже туда, куда нам нужно. То есть, смотрите, у нас есть этот бункер, в котором мы можем включить что-то. Потом у нас есть еще один генератор, да, который у нас работает, который мы можем включить. Он у нас тоже что-то включает. Он у нас включает вот эти вот индикаторы. Что это за индикаторы, ребята, понятия не имею, но они включаются. И у нас есть третья, ребята, вот такая вот комната, которая также требует какую-то энергию. Смотрите, написано Power Offline, то есть в этой комнате нужна энергия. Я так полагаю, что она сюда поступит после того, как мы с вами сможем в том бункере полностью все включить. И тогда в этой комнате у нас все заработает. Но что тут будет, я, если честно, понятия не имею вообще. Но здесь есть еще одна секретка, которая также требует, ребята, разгадок. Потому что, ну действительно, действительно, абсолютно все непонятно. Вот абсолютно. Смотрите, мы сейчас с вами поставим дом. Нам нужен дом, ребята, в котором есть один очень интересный секрет. Вспомнить бы, как этот дом вообще выглядит. Вот этот, по-моему, дом, да. Ставим его. И смотрите, что у нас здесь будет. Нам нужно подняться с вами наверх. Ждем, когда он прогрузится. И поднимаемся вверх. Заходим, заходим, заходим вот сюда, вот сюда. Так, и смотрите, что у нас здесь. Вы уже знаете эту секретку. Кто не знает, сейчас вы будете в шоке. Если мы сюда зайдем, у нас тут есть непонятная какая-то фигня. Видите, такой вот треугольник, да. Вот такая вот непонятная шестиугольная фигура. И вот еще один треугольник с какой-то надписью. И непонятно вообще, что это за надпись вообще. Сейчас я вам покажу, ребята, то, от чего вы просто охренеете. Я вам серьезно говорю. Смотрите, мы выходим из этого дома. Следите внимательно, иначе вы все пропустите и не поймете вообще, что к чему. Машина, мистер и машин, ты что? Ты что, не покидай меня, пожалуйста. Итак, садимся в тачку. И двигаем, ребята, куда? В церковь. Да, мы двигаемся с вами в церковь, потому что именно там нас ждет кое-что очень интересное. Смотрите, мы знаем, что у нас в церкви есть две секретки. Первая, это фотография в гробу. А вторая, это секретка, которая находится у нас на крыше. Это кнопка, кнопка, которая не работает почему-то. Да, то есть, если мы сюда зайдем с вами, тут у нас, в принципе, ничего нет интересного. Да, мы все стоим, все хорошо, все прекрасно. Можем поставить, да, и посмотреть на вот эту вот фотографию. В принципе, ничего такого необычного, правильно? Видите, мы приближаем фотографии, есть все нормально. Мы уже знаем, кто это. Кто не знает, ребята, посмотрите мое предыдущее видео, я там все рассказывал. Но здесь есть, ребята, такая секретка, которая просто у вас крышу снесет. Я вам серьезно говорю. Смотрите, мы с вами берем кровать. Кровать мы, кстати, уже взяли, отлично. И берем стремяночку. Берем кровать и ставим ее вот таким вот образом, чтобы она пролезла сквозь вот эту вот крышу. Потом мы берем вот такую вот стремяночку и ставим ее вот сюда, недалеко от кровати, чтобы на этот спальный мешок мы могли с вами запрыгнуть. Оп, мы залезли. И теперь смотрите, ребята, я сейчас приближаю камеру, и вы будете в шоке. Вот напишите в комментариях, кто сейчас охренеет. Смотрите, мы приближаем камеру, и видите эту полосу? Мы отдаляем, смотрите, отдаляем, и еще отдаляем. И смотрите, что у нас здесь. Это, ребята, источник еще какой-то энергии. Это точно такая же пирамида, которая у нас есть в том доме. И как видите, эта пирамида у нас соединена линией к вот этому вот колоколу, на который мы можем с вами нажать. Как это вообще работает? Мы, смотрите, нажимаем на этот колокол, и ничего не происходит. У нас начинает что-то светиться, да? Но никаких телодвижений мы с вами не видим вообще. Абсолютно. Ничего. Даже вот эта вот кнопочка, которая у нас вверху, да, она тоже у нас не работает. Что это вообще может быть? Понятия, блин, не имею. Но я подумал, что если мы сейчас с вами активировали вот этот колокол, который связан с этим, с этой пирамидой. Возможно, пирамида, которая у нас есть в нашем доме, может быть там. Помните вот эти надписи вверху? Может быть, эти надписи проявились? Давайте попробуем сейчас зайти и посмотреть. Может быть, действительно так. Если так, я буду, ребята, в шоке. Мне будет интересно, что же там написано. Итак, поднимаемся в самый вверх. И нет, к сожалению, это не так работает. Мне кажется, эти надписи у нас появятся в том случае, когда мы что-то другое активируем. Но, как видите, это точно такие же пирамиды, которые находятся здесь. Что это вообще за пирамиды, блин? А понятия не имею, ребят. Пишите в комментариях, если вы знаете. Но я абсолютно в неведении. До свидания.